2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Пока буду жить, пока буду жить, но самая большая часть, доктор начал говорить, вы что, с людьми работаете, что у вас за стресс такой, ну объяснять долго, что раввин мессианской общины, да, это трудно человеку вообще понять, что ты так много нервничаешь, но я не нервничаю, абсолютно не, я спокойный, говорит, по вам не видно, я говорю, по мне может видно, но пока поговорите с моей женой, так что она ждет звонка от моей жены, чтобы поговорить со мной, но все-таки, знаете, я не об этом, не о докторе хочу поговорить, а немножко о нас, нашем состоянии. Есть выражение, которое очень часто мы слышим, слышим просто, за мной не заржавеет, что вообще это значит, что значит за мной не заржавеет, кто вообще, кто-то думал об этом, нет? Я специально один человек подумал, потому что понятно, кто работает с металлом, понимает, что ржавчина появляется буквально сразу, потому что есть прикосновение с водой. Так что есть выражение, которое иногда вот нас вдохновляет на размышления, и я сегодня хотел бы тоже подумать об этом. В буквальном смысле автор выражения, вот такого выражения отвечает и подразумевает, что его ответные действия, благодарность, возврат долга, ответных мер и так далее, не заставит себя ждать. И он предпримет их так скоро, что ржавчина не успеет нарасти. Итак, тема моей проповеди очень простая. За Богом не заржавеет, если ты сам не заржавеешь. Понимаете, да? Ответ очень простой. Если мы понимаем, что Бог хочет от нас, но иногда мы отвечаем со всеми другими действиями. Откройте вместе со мной местописание Якова 4 глава 7 по 11 стих. Это местописание очень сильно всем известно. Итак, покоритесь Богу. Да? Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Все это знают местописание. Приблизьтесь к Богу, приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, справьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, смех вас до обратится в плач и радость, в печаль. Мне это часто говорили пастыры других динаминаций, когда посещали Дух Святой, вот как бы так, смехом наполнял. И они всегда вспоминали это местописание, что это не от Бога. Типа, значит, ваш смех и плачет, все, пускай оно обратится. Смиритесь перед Господом и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья, кто злословит брата или судит брата своего, того злословит, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, а что? Судья. Уже плохо так люди реагируют. А что? Судья. Знаете, смотря на все эти местописания, я сразу делаю простые априори. Априори это чисто вот как бы постановление. Так или иначе. Первое. Противостояние дьяволу начинается с подчинения Богу. Послушайте внимательно. Когда мы хотим противостоять дьяволу, чтобы он от нас убежал, оцепился, выйди вон, нам нужно сказать сначала Богу да. Подчиниться Богу, и тогда у тебя будет успех в освобождении от бесов. Если хотим близости Бога в нашей жизни, то сперва должны мы приблизиться к Нему. Это априори. Он уже все сделал для нас, чтобы мы имели свое спасение. Принявши Его спасение, еще как Мессию, мы вошли в этот мир, где от нас теперь требуется нечто. И если мы хотим близости, приближения Бога в нашу жизнь, нам необходимо будет приблизиться. Двоедушие приводят к разочарованию. Многие это уже пережили. Типа немножко здесь вообще не в церкви или же там немножко в миру. Мы немножко поговорили, немножко потолковали. Мы тут пофилософствовали, там мы помолчали. Да, то есть в двух мирах люди живут. И я хочу вам сказать, вы будете разочарованы. Разочарованы будете. И об этом говорит Писание. Смирение – путь к признанию. Простое понимание. Если ты хочешь, чтобы тебя признавали, тебя уважали, тебя ценили, будь смиренным человеком. Иначе невозможно. Злословие друг друга делает тебя судьей. А если ты судья, то у нас есть высший судья. Кто кому Рабинович тогда становится. Момент очень серьезный. Сегодня я бы хотел остановиться на очень важном обещании. Мы же любим обещания, обетования. Каждый любит, правда? Один человек любит, все остальные любят. Мы все любим обетования. Очень важное обещание. И это обещание говорит – приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Послушайте, это обещание, это обетование, это то, что Бог обещает. Если ты что-то сделаешь, я приближусь. И мы хотим это обещание. Это обещание Бога с непосредственной близости к каждому из нас. Не только основывается на нашей вере в Ешио Мессии. Но знаете, на чем еще основывается? На неком процессе нашего приближения к Нему. Это не просто так, знаете, пообещал и получил. Десятками лет нас накачивали проповедями о Божьих обетованиях. Кто уже помнит эти обетования еще? Не умру, но буду жить. Спасешься ты? Я не буду хвостом, я буду головой, да? Десятки лет мы формировали свою жизнь на обетованиях. Но мы не подозревали, на самом деле, что каждое обещание Бога включает в себя процесс. Некий путь к обещанию. Есть путь. И нам этот процесс абсолютно не нравится. Нам нравится обещание. Нам нравится провозглашать, кричать, говорить. Мы знаем, мы слышим и понимаем. Но на самом деле, внутри нас, мы не хотим смириться с процессом, который ведет нас к этому обещанию. Этот процесс не всегда нравится нам. Мы привыкли к состоянию... Это будет много вырезать потом, знаете. Валику нужно будет очень много работы над этим. Этот процесс, как я сказал, уже нам не нравится. И этот похож на окошко drive-thru. Знаете, вот этот, как в Макдональдзе, drive. Через окошко покупка быстрого. Кто-нибудь замечал, что происходит с нами, когда мы покупали в Макдональдзе через окошко? Я вам скажу, это похоже, на самом деле, на верующих людей. Мы подъезжаем, мы говорим в табличку. Мы делаем заказ. Мы слышим голос оттуда, а человека не видим. Мы заказываем ему целый перечень того, что нам хочется. Ну, хочется сильно, хочется. А ко всему еще немножко мороженое в конце. Но нам так хочется. Мы вообще человека не видим. Да? Но мы слышим, что он есть. И он говорит, что-то еще, будь ласка. Что треба еще? Там еще так. Да? Мы заказываем. Приезжаем к другому окошку. Мы оплачиваем. И едем к третьему окошку, чтобы получить. И все это должно занять максимум 5 минут, если никого в очереди нет. Вы скажете, почему похоже на верующих людей? Ну, мы приходим к Богу. Делаем заказ. Мы же не видим. Правда? Потом мы чувствуем, что хорошо так получилось. Хороший заказ. Нормально? Приходим в общину. С ДК при этом самое, при дверях. Мы оплатили. И ожидаем, чтобы в эту же субботу у нас был исполнен заказ. Как же нам так быть? Друзья, когда я думаю об этом, на что вообще мы стали похуже? Мы любим обетование, но процесс, которым мы проходим к этому обетованию, абсолютно нам не нравится. Процесс этот вызывает, кидает нам вызов. Нам больно. Нам нехорошо. Мы потеем. Мы, не знаю, как сыреем. Мы плачем. Мы трудности проходим. И этот процесс к обетованию, обещание, которое Бог дал, нам абсолютно не нравится. Знаете, в Писании мы находим некий процесс, который мы все знаем. Знаете, стучите. Отворят. Просите. И да, она будет вам. Этот процесс на самом деле имеет действие. То есть обетование, которое мы должны получать, и то, что Бог обещает, нам все равно Бог говорит, ну попроси, пожалуйста. Попроси. В Писании мы находим эти места, особенно те, которые связаны с верой. Многие люди говорят, что такое вера? Ну, конечно, все начинают послание к евреям. Это к нам, да? И вера есть. Тетя Вера, выходите. Вера есть. А осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. То есть, что просить или что верить, если мы не видим, что это такое. Вообще, в иудаизме такая вещь есть. Мы просим и то, что оно уже существует, невидимое в мире. Мы провозглашаем туда, где оно должно появиться. Но, в сущности, на самом деле, вера – это действие. Не просто ожидание. Давайте сядем в ожидание. Но вера – это действие. Всякий, кто призовет имя Господне, что написано? Спасется. Но как призывать того, в кого не веровали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будет послан? И здесь вера имеет чуть ли не целый процесс от того, чтобы получить что-то. Есть процесс. Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Мы иногда путаемся в нескольких вещах. Ожидание. Обещание. Мне Бог обещал. Когда? Давно. И что ты с этим сделаешь? Жду. А Бог говорит – подожди, мне нужно провести через этот процесс. Это означает, что я равняюсь, нацеливаюсь на то, что Бог уже делает в моей жизни. Процесс – это значит нацелиться, выровнять свои отношения с Богом, и нацелиться на то, что Бог уже делает в моей жизни, и это откроет неоткрываемые нашими личными силами двери. Мы это путаем иногда, что вот оно, обещание есть, но мы ведем себя хуже неверного. А Бог говорит, извините, поправьте свои пути. Вы примите свои пути. Зачем? Чтобы что-то сделать. Баланс и центричность определяют наше предназначение. Баланс нашей жизни и центричность, мы говорим, ну, богоцентричность, определяет наше предназначение. Это как в машине. Водители здесь есть, да? И мы, если ты не берешь, как бы, во внимание, так называемый развал схождения, если он сбит, а это значит, что все колеса в одну линию стоят. Правильно? Кто понимает это? Это сложный, как бы, такой механизм, который, чтобы выставить. Но нужно делать. Иначе тебя будет всегда куда-то тянуть. Друзья, если нет балансированного у тебя отношения с Богом, то есть нет этого баланса схождения твоих колес куда-то в направлении к Божьей цели, так к Богу лично, то тебя всегда куда-то будет тянуть. На какие-то приключения. Знаете, как один уже в возрасте инструктор по самолетам, он там учил в Одессе молодых летчиков. Ему где-то 60 лет, жил недалеко на французском бульваре. И выходя из гостиницы, это настоящая история, вышел и говорит консьержу, скажите, пожалуйста, как поехать на Дерибасовскую? Она говорит так, пожалуйста, вы выходите, садитесь на пятерочку, едете три остановочки, а потом выходите направо и по Пушкинской, прямо-прямо-прямо доходите до Дерибасовской, там налево. И он говорит, так скажите, куда налево? Где? Он говорит, молодой человек, в ваши года и налево. Ладно, это другой юмор одесский. Вы понимаете, нам нужно иметь правильные отношения. Нам нужно выпрямить свои отношения в семье. И когда мы проходим процесс, мы достигаем обетования. В семье всегда притираются, у каждого свои рельсы. Но когда мы принимаем процесс, мы получим обетование, которое Бог доложил в семье. Выравнивая свой подход к бизнесу, к работе, во время этого процесса ты увидишь, что Бог будет делать с тобой. Нам необходимо настроить себя не на кривые пути, не на кривые сделки, обещания, обетования, какие-то мы обещаем людям. Нам нужно видеть Бога, выравнивать свой путь. И знаете, что произойдет? Бог благорасположит людей, которые будут относиться к вам, к человеку истинному. Приведи прямую линию к тому, что Бог делает в общине. Вот в своей жизни ты возьми и обращаюсь даже к тем, кто может смотреть нас в прямом эфире. Те, кто далеко. Если ты наладишь свой путь, то есть прямую линию, отбалансируешь свои колеса, которые ты направлены к Богу, посмотри, что Бог делает в твоей церкви, в твоей общине, где бы ты ни был. Присоединись и работай. Посмотри, что Бог делает в Божьей общине. Тогда Бог позаботится о твоем личном доме. Это обетования, которые остаются. Знаете, Псалом 124, кто-то читал, пятый стих. А совращающийся на кривые пути свои доставит Господь ходить с делающим беззаконие. Кому-нибудь такое обетование хочется иметь? Поэтому Бог говорит, выпрямьте пути. Направьте свои стези туда, где есть мое обетование. Надеюсь, что никто не хочет такого обетования, когда кривые пути тебя приводят к делающим беззаконие. Знаете, в прошлом году мы праздновали год реформации. То, что произошло с Мартином Лютером, реформация, которая произошла позже. И как бы такое празднование было. И мы решили сделать автопробег. Вы видели, да? Слышали, что мы сделали автопробег в прошлом году. Я почему-то говорю, потому что есть что-то важное, когда ты ставишь свои цели, то есть направляешь свой взгляд на что-то. И вот в этом пробеге участвовало довольно многое количество автолюбителей. Мы взяли наш мотоцикл, поехали впереди, нас сопровождали полиция сразу с мигалками. Они там громко кричали в рупоры. Разве так перекресток стали-стали, они впереди заблокировали перекресток, чтобы проехать. И кто-то был впереди, кто-то был сбоку, кто-то был сзади. И знаете, довольно нормально было. Мы так проехали, чувства такие были. Слушай, нас сопровождают, нас как бы к цели. Мы там запросили доехать от 10 апреля к дюку туда. Это все этот путь нам через город, нам мы там и молились, и то подобное. Мы там говорили людям, и между собой переговаривались. Но нас вели. И знаете, что я получил? Такое откровение. Вообще-то, как бы у меня довольно мощный мотоцикл. Я бы сам мог бы проехать, правильно? Прорваться там, проехать, дойти до своей цели. Но вдруг я понял, что во время этой поездки я не концентрировался на том, на правилах, которые должны быть. Не на мощность своего мотоцикла. Знаете, я просто был сконцентрирован на том, что меня сопровождает законопослушная милиция, которая преграждает, да, даже преграждает, преграждает, препятствия, как бы делает, тем, кто не хотят, чтобы я делал, да. И я понял, какая важная часть нашей жизни власть. Когда ты концентрируешься, целенаправленно видишь в Божью власть твоей жизни, да, то он тебя ведет. Тебе не нужно пыжиться, тебе не нужно как-то так думать о каких-то еще вещах. Ты понимаешь, что Бог в твоих направлениях. Библия это не книга предназначения. Мы любим говорить, а какое мое предназначение? Читай Библию. Библия это не является книгой предназначения. Книга является книгой твоего решения. Потому что люди, которые сделали решение, попали в свое предназначение. Послушайте, в Писании это написано то, что люди, какое решение делали люди и где Бог приводил их туда, где было его предназначение для этого человека. Мы иногда хотим свое призвание без процесса, который вкладывает это Бог. Филиппийцам 4.7 И мир Божий, который превыше всякого ума соблюдает сердца ваши, помышления ваши в Ешуа Мессии. Мир Божий, он соблюдит наши сердца. Когда мы направлены на Бога, когда мы выровняли свой путь, мы видим конкретно, что Бог делает в моей жизни, это целью моей жизни, я тогда мое сердце вкладываю в то призвание, которое Бог имеет. Знаете, первое, что я хотел бы вам предложить, это размышлять, думать. Думать над добрыми своими помышлениями. О чем вы думаете? думать, думку как там по-украински? Да, кто-то там думкой богатее, да? Я думаю, что нам тоже нужно думкой богатеть. Нам нужно мыслями становиться богатыми. Что это имеется в виду? Мы должны когда мы думаем, думать, о чем мы думаем. И мы мысли, а вообще, о чем я помыслил? И Бог призывает нас мыслить о добром. Помышлять о добром. Филиппийцам 4,8. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что дозаславно, что только добродетель и похвала о том, что помышляйте. Только о чем помышляйте. Если наши мысли начинают нас вести куда-то в другую сторону, секунду, Бог говорит, начинай мысли по-другому. По причине сложных обстоятельств. В рабочей нашей неделе мы вот, знаете, вот здесь, как бы, на шаббате, мы получили какой-то хлеб, да, для себя, мы разжевываем, окажется, классно, пробуем, мы такие заряженные, мы говорим, ох, теперь неделя у нас удастся, да, но когда приходит четверг, по какой-то причине у нас все пропадает. Мы забыли, о чем проповедовалось, мы забыли, что мы уже говорили, что мы вообще Богу обещали. Четвергу, я понимаю, что это рыбный день, все плохо становится. В пятницу, ничего, все нормально, шаббат проведем, зарядимся опять на субботу. Но на самом деле мы должны думать, мы сравниваем часто свои обстоятельства с другими людьми. Подсознательно. Из-за того, что наш четверг не удался, мы начинаем смотреть в тот инстаграм или же кто-то в 100 грамм, я не знаю, в инстаграм или же в фейсбук, начинаем смотреть и мы как такой святой завистью злой так вот завидуем людям, что у них там все дома получилось. Вот там семейка такая классная, улыбка до ушей, как будто все классно, но никто из вас не знает, чтобы эта улыбка получилась, у этого человека на лице нужно было сделать 50 фотографий. И потом подписываться без фотошопа. Без фотошопа. Я говорю, полная ложь. полная ложь. Знаете, что сегодня люди делают? Они выставляют свою классную жизнь, а мы, те, которые пашем, да, вот на работе, все, и что-то не получилось. Мы смотрим инстаграм этот и думаем, где бы набрать этих фотографий, фотошопов, сделать себя худее немножко. Живее немножко, да, чуть-чуть глазки приоткрыть. Мы сравниваем себя с многими людьми. То, что они выставляют, я вам скажу так, полная брехня. Брехня. Мы сравниваем себя с другими успешными людьми, которые духовно просто гиганты. Да, вы смотришь эти программы, да, эти вот люди, которые выступают, они ездят, они проповедуют, там миллионы людей спасаются, там большие евангелизации на улицах, они подбирают всех бедных, больных и увеченных, они им что-то там делают, они пишут все. И мы думаем, а что же мы? А что у нас? Я вам скажу свой пример, личный пример. Помните книгу Пенуэлл? Да, вот как бы все на этой книге просто как бы подорвались, и там, когда Сергей Щедловский делал любую конференцию, туда все просто как бы ездили. И я поехал тоже. Нормально, как бы, как чего нет. Я же как бы начинающий служитель, как бы, надо же набраться какого-то такого мудрости, может как бы начитаешься, то понимаешь, что на самом деле у человека реальный прорыв, пробуждение, да, там какое-то такое отношение с Богом, у которых людей нету, ты едешь туда, чтобы что-то подчеркнуть. Я помню, как мы вообще встречались вот часто с Сергеем Щедловским, да, мы проповедовали вместе, и вот, но только мы проповедовали вместе, я его слушал, и я вот слушаю, как его Бог коснулся, как Бог его начал направлять, как с 4 часа его Бог пробуждал, и он начал молиться, читать Слово, до 9 часов, просто без остановки, я думаю, внутри, Аллилуйя, ну, сверху так вот, Аллилуйя, вот это сила, вот это у мужика отношение с Богом, правильно? И думаешь, Аллилуйя, а внутри себя, я думал, Боже, дай мне крепкий сон в это 4 часа утра, пожалуйста, не буди меня, лучше сновидений, сновидений, вот это самое лучшее, сновидений, дай мне выспаться, секунду, и я хочу честно сказать, что когда смотришь, и люди сравнивают себя с людьми, которые достигли чего-то, мы себя чувствуем униженными, как-то недоделанными какими-то, как будто мы что-то не достигли, друзья, послушайте, это реальность, в которой мы живем, нам очень часто, мы себя дискалифицируем в Божьих планах, потому что мы смотрим на людей, которые успешны, и мы разочаровываемся сами в себе, в наших неудачах, дайте я вам скажу еще одну вещь, а что если Бог никогда не имел в виду, чтобы вы были вторым Шедловским, ну а мы же хотим, мы же хотим книгу написать, там еще ездить, говорить, что Бог делает, а что если Бог не призвал вас, и не имел в виду сделать копию еще одну, Кетре Кульман, не, ну Кульман можно еще как бы так сделать с кого-то, но на самом деле, у Бога, я думаю, что нету копии, нету копии, ты индивидуальный, и Бог имеет для тебя особое предназначение, а может мы на самом деле завидуем тем хорошим, прекрасным парам, которые каждый раз, когда мы приходим на собрание, они вместе, они обнимаются, они ссю-сю-сю-сю, мы смотрим, как они очень интересные на всех мероприятиях, и все такое, и мы как-то так пренебрегаем личные отношения с женой или с мужем, и делаем их идеальными, вот ты видишь, какие они, вот посмотри, как они себя ведут, да, а мы не знаем, что эти люди уже спят давно в разных квартирах, в разных кроватях, а мы себе идола сделали, мы иногда притворяемся на публике притворение, на публике одеваем маски, время приходит снимать эти маски, для каждого из нас, я спрашиваю людей, простую фразу сдаю, что ты делаешь, вот в Царстве Божьем, что ты делаешь, вообще к чему ты призван, стандартный ответ, мне стоит сказать, слушай, я не знаю, я буду молиться, ответ очень такой, стандартный, знаете, как вот, ожидаю, Божьего откровения свыше, Бог должен мне проговорить, для таких у меня есть ответ небольшой, в четверг я пересматривал, главы Торы, и там наткнулся на интересную главу, которая называлась, Бешалах, я зачитаю, это исход 14 глава, с 13 по 15 стих, я начну с простых вещей, немножко его переведу, этот разговор, в сферу нашей одесской речи, еврейской такой, и мы помним, что когда Моисей вызвал, или вывел народ Израиля из Египта, их преследовали, там они видят бедствие, а впереди их море, фараон со своими войсками, просто кипиш начался, они начали упрекать, мы с тебя говорили, ну что говорили, что не надо было выходить, что ты нас на погибель вывел, помните, и вдруг в это время, когда это был кипиш большой, два миллиона людей, просто делали гевольт, и Моисей начинает говорить, сказал народу, ну не бойтесь, стойте, увидите спасение Господа, которое Он сделает вам ныне, стойте, тихо, ибо египетян, которых вы видите ныне, более не увидите два веки, Господь будет побороться за вас, а вы будете спокойны, на еврите там стоит это слово, будьте спокойны, говорит очень просто, молча, стойте, Господь будет бороться за вас, тихо, стойте и молчите, я хочу, чтобы вы слышали, мы привыкли к этому, когда мы идем и разговариваем с людьми, о наших проблемах, ситуациях, мы сразу говорим, спокойно, Бог будет с тобой, столько спокойствия, мы помолимся, будет все хорошо, и мы начинаем укатывать людей о спокойствии, тихо, не рыпайся, молчи и слушай, стой спокойно, знаете, какое спокойствие у Бога, что Он имел ввиду, когда вот о спокойствии, смотрите, 15 стих, вот смотрите, сказал Господь Моисеев, что ты орешь ко мне, скажи сынам Израиля, пусть идут, секунду, стоять, или идти, вот наше понимание, что Бог будет за нас, это стойте тихо, все пройдет мимо, все спокойно, а Бог говорит, обращается к Моше, говорит, что ты орешь ко мне, скажи евреям, хай идут, послушайте, я понимаю, что у нас иногда, где-то внутри, мы не понимаем, что происходит, процесс, а потом говорит, а ты подними жезл твой, простри руку твою на море, раздели его, не я, а ты раздели его, секунду, какой посох, какая рука, с такой, с которой ты родился, что сделать, раздели, чтобы выйти на прямую линию с Богом, у тебя уже все есть, чтобы выровнять свои пути, у тебя уже все есть, что я имею ввиду, или я был таким же человеком, как вы и я, помолился, секундочку, что-то мы, он особенный, а мы какие-то так, в новом завете живем, да, он помолился, и не было дождя, а что если, нам вернуться, к старой школе, старой школе, ходатайства, которая пред Богом, что может иметь молитва, усиленная молитва, праведник, что она может сделать, мы иногда не понимаем, если Илья просто был человеком, как и мы, он просто помолился, и что-то произошло, чтобы сделать свои прямые пути, пути у нас все есть, мы знаем, как молиться, мы знаем, как прославлять, у нас есть Слово Божие, и обетование Его, он говорит, я с вами, я с вами, у нас есть этот доступ, давайте воспользуемся, разве нам не суждено молиться, я думаю, что у каждого есть возможность, давайте двигаться вперед, даже в тех случаях, в которых вы уже находитесь, да, вы уже по уши в этом застряли, давайте сосредоточимся на то, как пройти, я скажу честно вам, Он вас не освободит, от этих проблем мгновенно, я сразу вам говорю, Бог не освободит вас, от ваших проблем мгновенно, но Он пройдет с вами через них, я покажу вам почему, ты должен мыслить, как Бог мыслит о тебе, мы понимаем, что мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли, мы понимаем, но Бог говорит другие слова, Иеремия, ибо только я знаю намерение, которое я имею у вас, говорит Господь, намерение на благо, а не на зло, чтобы дать вам будущее, и надежду, вы скажете, я исчерпал себя, я устал, какой прок с того, что я делаю каждый день, то, что я делаю, в моей семье, в моих работе, в моих ситуациях, какой прок, Бог говорит только о моей мысли, я знаю о тебе, мы должны помнить, что Бог думает о нас, как искупенных, освобожденных, мы сыновья, дочеря Божьи, и Он дает нам обещание свое, но к этому обещанию нужно пройти, скажу так прямо, если ты хочешь, чтобы дьявол похитил твои мечты, твои надежды, просто ничего не делай, не делай ничего, и ты посмотришь, как дьявол все у тебя заберет, о том, что ты мечтал, о чем-то ты имел, какие-то планы, ничего не делай, и Он полностью у тебя это заберет, потому что есть процесс, но если ты жаждешь, желаешь видеть удивительные дела Божьи в твоей жизни, Бога, который творит твою судьбу, тогда продолжай идти вперед, обетованная земля, она была за сотни километров от того места, где нужно было перейти к Красное море, нужен был процесс, знаете, мы иногда не понимаем, что происходит, потому что мы находимся там, где мы находимся, физики, кто помнит физику, когда мы изучали в девятом, в восьмом классе, самое главное, это интересно было, это теория относительности Эйнштейна, помните, да, кто вообще помнит что-то такое, ну, нормально, я хочу вам напомнить, это для чайников, для тех, кто не сильно сведует, что такое теория относительности, она объясняла движение между разными инициативными системами отсчета, или движение тел, двигающихся в отношении друг друга с неизменной скоростью, вы скажете, что вы говорите, буду проще, принцип относительный, согласно Эйнштейну, во всех существующих системах отсчета, которые двигаются в отношении друг друга с неизменяющей скоростью, и не имеют направления, действуют одни и те же законы, к чему это? Хорошо. Что я сделал? Что я вообще, с какой скоростью я упал? Что я хочу вам показать, как идиот, да, конечно, с скорость идиота? Я понимаю, что есть принцип, который нам нужно понять. Для каждого из нас, это то, что сейчас произошло, это вот вы увидели конкретно, ну, я прыгнул мгновенно, как бы остановился, то, что вы видите, это неподвижность. Оно стоит в этом времени, прямо сейчас, вы на меня смотрите, ничего не изменилось. Правильно? для каждого из нас это, вот, недвижимо. Но если мы возьмем скорость Земли вокруг своей оси, данный момент, потом, соответственно, Земли вокруг Солнца, а нашу галактику во Вселенной, тогда мы движемся скоростью, которая более трех миллионов километров в час. вот что такое теория относительности. Все, что хочу этим сказать, чтобы мы понимали, что Бог действует в других измерениях. Абсолютно. С ваших мест все видят только то, что произошло, вот, недвижимое. С Божьей, с Божьего престола, благодати, Его правления, все абсолютно относительно. От точки, к которой мы делаем соотношение. В теории относительности времени Эйнштейн развивает предположение Ньютона. Чем быстрее мы движемся, тем медленнее идет время. Вы знаете это или нет? Чем быстрее движемся, тем время становится короче. Проблема не в относительности, к чему мы имеем отношение, но в нашем восприятии настоящего. Вот в нашем понимании, как мы понимаем настоящее. А вот у нас должно быть наоборот, вот мы должны все видеть относительно Божьего плана нашего спасения. Если вы видите все, что с нами происходит, это вы видите только одну часть. Мы видим ее на самом деле, как она есть. Но относительно вот того примера, который привел Эйнштейн, уже понимал, он знал, что Бог везде, во всяком время. В севере, юге, внизу, вверху, в каждое мгновение. Мы видим только одну часть, но с точки зрения Божьего нам нужно видеть намного больше и шире. Я хочу еще показать одну вещь. Кто из вас будет сегодня волонтером для меня сюда? Мне нужен один человек. Я знаю, у меня только 4 минуты осталось, но я возьму сегодня больше времени, чтобы объяснить, потому что я завтра улетаю. Кто придет? Данил, давай. Ага, а давай еще. У меня еще два примера есть, поэтому я вызову всех остальных. Смотрите внимательно. Сколько тебе лет? 19. 19 лет. Ну, вот там ты родился, давай скажем, что вот ты где-то вот здесь. Правильно, нет? Ну, вот это платформа небольшая, но это жизнь человека. Ну, где-то там вот мы все-таки понимаем, что там гробовая доска. Правильно? Ну, да. Ну, поздравляю, что, как бы, понимаете, что ты не контролируешь прошлое или контролируешь. Если да, то надо будет как-то помогать тебе с освобождением. Ты не можешь контролировать порчу. Ну, и будущее, как бы, ты понимаешь, что ты идешь только в одном направлении. Я думаю, что ты чересчур молод. Надо кого-то постарше вызвать. Момент такой, чтобы вы понимали. У человека есть только одно направление в жизни. Ты родился и идешь к своему старению. И какой-то момент, рано или поздно, дай Бог тебе прожить долго. Это всегда, да? Ты в один момент, ты понимаешь уже все, и закрой глаза и встреча с Богом. Ну, а там вечно. Там уже непонятно. Там Эйнштейн и кто-то другие там. Какие там теории у Бога, я уже не знаю. Да? Но момент, ты идешь туда. Другого пути невозможно. Вы понимаете, да? Но я встречаю людей, которые эмоционально и душевно застряли свои восемнадцать или там тринадцать лет. Кто-то, может быть, застрял где-то в перестройке. Кто-то в пробуждении, там хвалы и поклонения. Кто-то еще там возложение рук, еще какие-то. Кто-то говорит, застряли там. И для них это травма. Они застряли в прошлом. Застряли там. Тело-то идет вперед. Эмоционально мы еще там. Послушайте. Стой, стой. Ты дойдешь до конца еще. Послушайте, я хочу, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Бог хочет, чтобы мы вышли из состояния, где мы застряли. И пройти, провести нас. Вот туда, где все идет. Туда, в тому направлению, где есть, так и понимание, призвание и твое обетование. Обетование смерти у всех есть. Ну, как же написано, что жизнь человека при лучшем состоянии 70-80 лет. Да? И все. Однажды человеку родиться, потом умереть. То есть, есть одно призвание, которое мы неизменно, именно в теле. Духовное. Мы понимаем, что мы вечно будем жить с Богом. Хорошо. Этот момент нормальный, да? Чтобы мы понимали, что Бог, и Он весь Иисущий. Поэтому открывается для Моисея, да? Даже вообще для Якова. Ховей, ховей. Я буду тем, кем я буду. И спрашивают, как тебе имя? Можешь, я спрашиваю, как тебе имя? Я есть, то я есть. А фамилия? Ты что, плохо слышал? Я есть, кто есть. И непонятное время. Вот здесь мы понимали. Бог хочет, чтобы мы вышли из нашего состояния. Бог вчера, сегодня, веки тот же. Это означает, когда мы ищем прорыва обстоятельств, Он дает ответ, который находится на нашем пути. Вот он здесь кричит в 19 лет, Боже, Боже, мне нужен выход, выбор. Мне нужна там работа. Мне нужно куда-то дальше идти. И кричит. Алло, Господи, кто там на втором этаже? Ответьте мне. А Бог говорит, слышал твои молитвы, Данил, по-моему, 21 день, да? Я слышал. Вышел бы, но 21 день подождал. Вот на этом месте, вот в этом времени. Его ожидает сюрприз от Бога, Даниила, да? А он здесь остался. Эмоционально там. А он кричит об этом. Бог уже подставил все то для него существующее. А он кричит, и Бог говорит, как для евреев. Что ты кричишь, Можья, ко мне? Пускай евреи идут. Все, что нужно будет делать, Данил, это двигаться. Центром является Бог. Ты на него фокусируешься, ты идешь, и ты натыкаешься на то, на что ты просил. О том, о чем твое сердце говорит, и то, что Бог приготовил для тебя. Не удивляйся. Потому что иногда не происходит так точно, как мы его хотим. Но для наткнется на это, нужно принять. Вот этот момент очень важный. Мы должны мыслить с благодарностью. Последний пункт. Я пытаюсь его уже быстренько пройти. Мы должны мыслить с благодарностью. Не только добрые размышления, не только Божьи намерения на нас. Но мы должны мыслить с благодарственными чувствами. За все благодарите, ибо такова воля Господа о вас. За все благодарить. За все благодарить. Я слышал один анекдот, который рассказывали. Одна женщина, которая, ну, в Америке вообще там бабушки очень сильно такие молитвенницы. И они как бы за все говорят. Аллилуйя! Аллилуйя! На этом, слава Богу! И вот момент один. В этой истории. Женщина говорила, Господи, у меня нету пищи. Помоги мне! Она кричала. А сосед у нее был атеист. Атеист. Я знаю, что многие слышали это. Атеист. И он думает, ага. Я немножко как бы постучу под ней. Пойду куплю еды, поставлю, постучу. Пошел, постучал. Она выходит. Господи! Аллилуйя! Спасибо тебе за пищу! И тут атеист говорит, а вот и нет. Я его принес. Говорит, Господи, спасибо, что ты используешь бисюгана, чтобы принести мне пищу. Я не об этом. Послушайте, мы должны за все быть благодарны. Ситуация, в которой мы находимся, мы должны быть благодарны. В сущности, человек с благодарным сердцем и характером не способен быть злым. Если вы поговорите с Андреем, в ситуации, в которой они происходили, с людьми, которые они встречались, невозможно быть злым. То, что люди делают, и то, что происходит, значит, благодарить. И невозможно быть злым. У нас есть одна благодарственная молитва к Богу. Даже когда тяжелейшие обстоятельства мы начинаем видеть руку Божию, она просто должна вдохновлять нас на хорошие поступки, благодарственные. Никто больше не смог выразить свои благодарственные чувства, как царь Давид. Давид был человеком по Божьему сердцу. Он был по Божьему сердцу. Послушайте. Он был по Божьему сердцу, потому что Давид искал Бога. Его унижали, его надсмехались над ним, его стыдили через трудности, которые проходили. И вот 22-й псалом. Мы все читаем и мы все знаем. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду в долину смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. В долине смертной тени ты перенесешь трудности. В долине смертной тени ты не говоришь о нем, ты говоришь с ним. Ты начинаешь общаться с ним. И только свет дает тень. Поэтому знаешь, что когда ты в тяжелых обстоятельствах, Бог говорит, я с тобою. Свет, тень проходит только от света. Ты приготовил предо мною трапезу и ввиду врагов моих умостил Еленем голову мою, чаша моя преисполнена. Удивительный, удивительный, очень удивительный стих. Кто понимает, что это значит? Приготовил предо мною трапезу в виде врагов моих. Я знаю, что каждый из вас это пропускает. 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 Антон убежал, а зря. У меня еще одна сценка есть. Задиваю. А, ой. Ну же не надо его трогать. Я хочу сейчас показать вам одну вещь, чтобы вы его увидели. У меня уже четыре человека. Только не женщины, мужчины. Нет, нет, там в детстве очень сложный будет момент. Даниил сюда. Там четыре человека. Послушайте, когда я пришел к Богу, у меня добрые мысли. Я думаю о Божии, как и Бог думает обо мне. Когда мы хотим зайти на другой уровень, вы должны помнить, что этот стих говорит о нечто. Ты приготовил, кто Бог приготовил, кто Бог приготовил, трапезу в виде врагов моих. Хочу, чтобы вы услышали. Бог приготовил в твоем восхождении выше врагов твоих. Вы поняли, нет? Они сами не приходят. Враги сами не приходят. Каждый раз, когда ты хочешь что-то сделать в Боге, двигаться, у тебя цель есть. Но только через врагов. И Бог делает это для того, чтобы мы видели другие перспективы. Почему я говорю об этом? У меня хорошие мысли, Божьи замыслы. Я полон благодарности и движусь к моей цели. Всякий раз, когда мы движемся к нашей цели, мы должны пройти наших врагов. Давид был помазанником. Он был помазан в цари. И пас овец. Помазанник пас овец. Ему нужно было уже переходить в другой уровень. К своему призванию. И знаете, что Бог делает? Посылает ему врага. В виде Голиафа. Услышите? Это момент, который мы должны понять. Я иду к моей цели. Я вижу, я выровнял свой путь. Иду к твоей цели. И на этом пути. Будут враги. Будут враги. Это враги, которые имеют злые намерения обо мне. А у меня другого пути нет. Есть пословица. Умный в гору не пойдет, умный в гору вообще обойдет. А у Бога непонятно. Он говорит, видишь цель? Идешь. И я иду. Он говорит, а теперь у тебя есть еще враги, которые тебя ненавидят. Это может быть твои обстоятельства. Ситуация. Это может быть в семье какие-то проблемы. Это может быть здоровье. Вот враги, они выходят. И я не знаю, что будет дальше. Он говорит, и приготовил трапезу в виде врагов моих. А знаете, я не хочу. Что мы делаем? Когда мы видим перед собой вот этот кагал недорабожелателей. Те, которые хотят мне зла, ненавидят меня. Что мы наговорим? А разве это обязательно, Боже, проходить это? Ведь так больно. Почему я должен что-то пройти, а Изя нет? Мы начинаем себя возмущать. Почему с моими детьми происходит то, что происходит, а у всех дети как дети? Почему мой брак похож на фильме «Титаник»? Идем на дно. Почему я всегда набираю на работу идиотов? Господи, почему? Почему финансово я не могу иметь стабильность, когда я нормально зарабатываю? Враги, которые крадут все это. Почему других при их болезнях ты исцеляешь, а я с незначительными проблемками всю жизнь маюсь? Я просто знаю, что меня ожидает. Поэтому он говорит, я не избавлю тебя от этих проблем. Я пройду с тобой через них. Я надеюсь, что у вас ни у кого спина не болит. Нет. То, что я сделаю, просто... Я прошу тебя. Увидите, наоборот, болит спина. Я сейчас так вот. Держи. Держи. Можно встать на четыре, да? На коленке, да, да, да. Я вижу эту долину. Враги. Я взываю к Богу. И вдруг что-то происходит. Вы попадали в эти обстоятельства тоже. Ты не хочешь, но ты уже там. Что-то происходит. И вдруг, в какой-то момент, эти недобожелатели, которые кричат, сволочь, там еще какие-то слова, еще обзывают, зла мне хотят, да. Ну, что-то с ним происходит. Одного он делает там, где я мог бы у него остановиться, сказать, ой, ой, я немножко отдохну. А другой мне начинает воды давать. Третий там, ой, жарко мне чуть-чуть. Паша, сделай мне массаж. Я хочу, чтобы вы услышали мое послание. Пожалуйста, можно встать. Можно сесть даже. Мое послание очень просто. Дайте мне его. Есть выражение, чем глубже скорб, тем ближе Бог. Но знаете, что происходит? Бытие, 50 глава, 20 стих. Вот вы умышляли против меня зло. Но Бог обратил в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. Потому что Он проведет. Он не избавит мгновенно. Я знаю, что есть такие вещи. Но когда вы уже в этом состоянии, Он проводит. Самая большая, как бы, оплошность людей в том, что они хотят благословения Бога в том деле, который они делают. Понимаете, нет? Мы часто хотим то, что мы делаем. Господи, благослови, благослови, благослови. Но есть настоящая истина, наверное, мудрость или же откровение. Когда мы видим то, что Бог делает. А если Он делает то, что Он делает, это уже благословенная работа. Присоединиться к тому, что Он делает, и идти с Ним. В конце туннеля не будет смерть. Будет выход, откровение. Поэтому Он говорит, в виде врагов моих я сделал биргой тобой. Твои враги. Но что дальше Он говорит? Что ты будешь... Что? Умостил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Если мы хотим видеть прорыв, нам нужно помнить. Мои ненавистники станут моими вдохновителями. Те, кто вас ненавидит, унижает, станут вашими вдохновителями подняться к Богу. В этой долине эти враги будут вас просто поднимать ближе к Богу. И если мы будем держаться, выровняем из своей пути, мы получим ответ. Тот, кто сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Так благость и милость, да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в Доме Господнем многие дни. Друзья, за Богом не заржавеет, если сами не заржавеем. Если не покроемся коррозией, безразличия, если мы не остановимся где-то эмоционально 10 лет назад или 20 лет назад. Он хочет, чтобы мы двигались дальше. Чтобы получить, Он говорит Израилю, идите. Чтобы получить обетование, идите. Тихонько, но идите. Давайте ставим наши ноги. Есть возможность помолиться друг за друга. Возьмите за руки. Возьмите за руки. Высобождайте Божьи благословения. Друзья, люди, мы все проходим через эту долину. Моя единственная просьба – не остановитесь. Не сожалейте о прошлых днях. Потому что то, что ожидает будущее, мы даже не знаете, что будет. Двигайтесь вперед. Бог сегодня обращается к каждому из нас, как к Моисею, и говорит простые слова. Мойша, что ты орешь ко мне? Скажи. Пускай идут. Идите. Двигайтесь в цели. Взывайте. Вы примите этот, сделайте это развал схождения. Чтобы вас не заносило, потому что через время, даже если вы захотите достичь своей цели, шины нужно будет либо менять, либо не затрутся, не додететь. Выровняйте. Видите Бога, Его принципы, Его приглашения, и двигайтесь с Ним. Бог говорит – идите. Потому что даже то, что ты увидишь, не ожидая сейчас, море раступится. Но Он им не сказал это. Он сказал им – идите. Они не знали, что их ожидает. И вы не знаете, что вас ожидает будущее. Не делайте шаг назад. Не думайте, не отступите от прошлого. Двигайтесь в будущее. Цели Бога. Это мое предложение к вам. Боже, пускай Твоя шахина, Твое присутствие, Твой Дух Святой сейчас просто проводит нас. Помышление доброго. Добрые помысли о добром Боге. И благодарность за то, что Бог нас слышит, ведет, и Он с нами. Благословено имя Твоего. Благословено имя Твоего. Побудьте в этом присутствии молитвы. Побудьте в этом присутствии молитвы. Может, для кого-то нужно раскаяние просто. Может, чересчур вы хотели внимания Бога в ваши личные дела. А может, сегодня есть время сказать Ему, Господи, я хочу выровнять этот путь, выровнять свои отношения с Тобой. Я Тебя вижу. Я Тебя чувствую. Веди меня. Приблизься ко мне, когда я к Тебе приближаюсь. Приблизься ко мне, когда я к Тебя хочу. Двигаюсь к Тебе. Не забывая прошлое, простираюсь вперед. К Тебе. И в моей долине смерти. И в моей долине смертной тени. В моем пути, в моем призвании, оно всегда отличается от других. Меня Ты ведешь. Ты со мной рядом. Твой жезл и Твой посох, они охраняют меня. И я пройду. Я пройду этот путь. Этот процесс я пройду. Я желаю видеть больше, больше, больше. Можно мой талис? Да, мой талис, это есть. Когда мы молимся к Богу, мы обращаем свой взор к Нему. В молитве Аарона нет ничего сакрального. Куда же особенное. Но хотелось бы, чтобы вы подняли руки свои к Богу и сказали Ему, Хенене, вот я. Не стесняясь, поднимаю к Нему руки, как будто вы сдались и скажу, говорите, я только иду к Тебе и с Тобой. Не с человеком. Я такой, как я есть. Я не просыпаюсь в 4 часа утра для молитвы. Я, может быть, даже не читаю всю Библию за год. Папа, я такой, как я есть. Дай мне найти мое предназначение. Дай мне увидеть, кто я. Иди. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»